Мы с пастором Сергеем, хотя дружим уже 26 лет, но и служим уже 20, вместе как покаялись. Но только несколько лет назад так вот все начали ездить вместе. У нас разные расписания, но бывает, что мы соединяемся. Вот в этот раз мы вместе, и мы придумали такой интересный способ. Мы опробовали его в Днепротержинске первый раз, получилось. Так что здесь у вас не будет эксперимента, здесь у вас будет уже, как говорится, проверено. Вот, и мы иногда меняемся все. То я начинаю, то он заканчивает, то наоборот. Я вообще рада. У нас было хорошее служение сегодня утром. И мы видели уже чудеса, мы видели спасение людей, благословение. Поэтому Иисус вечером тот же. Аминь. Слава Богу. Я вот смотрю на пастора Романа, он устал. Вот Иисус не устает, знаете. Мы люди, мы устаем, я тоже устал. Но Иисус, я знаю, не устал. Вот сегодня надо кого-то исцелить. Поэтому они сказали, братья, мои меньшие, мои влажные, я устал. Нет, он такого не скажет. Включай веру и получай чудо. Аминь. Аллилуйя. Итак, дорогие, что касается нашего Господа Иисуса Христа. Когда Он пришел на землю, когда Отец послал Его. Вы знаете, Он родился от Адевы. Но возьмем, пропустим то время и вспомним Евангелие от Луки, 4 главу, 18 стих. Когда Иисус приходит в синагогу. И Он объявляет о том, что Дух Господний на Нем. Для чего это было? Отец Неместный не оставил Сына без помазания Святого Духа. Иисус пришел на землю не как Сын Божий. Он пришел как человек. Ему нужна была сила Святого Духа. Дело в том, что Он оставлял нам пример во всем. Он, конечно, был Сын Божий. Но Он также еще стал Сыном Человеческим. И как Сын Человеческий, Он нуждался в том, чтобы быть помазанным Святым Духом. И нам всем Он таким образом оставил пример. Он говорит, друзья, когда вы будете служить Богу, не забывайте. Если я нуждался в Святом Духе, вы тем более. Я нуждался, и вы нуждаетесь. Поэтому Он сказал ученикам, после того, как они уже видели чудеса, совершали чудеса, бесов изгоняли, больных исцеляли, прокаженных очищали, радостные пришли. И Иисус после всего, когда Он уже вроде научил их всему, я о вере рассказал, обо всем рассказал. И перед тем, как уйти на небо, говорит, ребята, драгоценные мои, не отлучайтесь из Иерусалима никуда. Да, коли не облечетесь силой свыше. Потому что я ухожу. Я умолю Отца и даст вам другого утешить. То есть, пока Святой Дух не вернется к вам, пока Он не вернется, не пытайтесь повторить то, что вы делали, когда вы были со мной. Я ухожу. Можем подозревать о том, что и Святой Дух пошел с Иисусом. Иначе откуда бы Ему возвращаться. Поэтому Он говорит, вы все знаете. Но то, что вы все знаете, это еще не значит, что вы сможете летать. Знаете, я говорю, все знаю, но не летаю. Вы все знаете уже. У вас даже был хороший опыт. Но вам нужно помазать, говорит. И Святой Дух придет. Когда Он придет, вы облечетесь силой. Тогда вперед. И вот, возвращаясь к Иисусу в Луке, 4 глава. Он говорит, Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня. И Он говорит все о том, для чего Дух Святой помазал. Помазание всегда имеет предназначение. И одно из того, для чего Он говорит, почему Он был помазан, Он говорит, я помазан исцелять. Я помазан исцелять. Одного желания исцелять мало. Нужно еще быть помазанным исцелять. И Он говорит, я помазан исцелять. Я помазан проповедовать. Оказывается, при всем Его знании и Слово, Он сам был воплощенным Словом, но Он говорит, я не могу даже проповедовать. Я не могу даже благовесвать, хотя все знал о благовестии. Но я нуждаю в помазании Святого Духа, чтобы это делать. Кто-то скажет, там видели. Слава Богу. А я думаю, что я думал, что сейчас никто не согласен. Но я уже думал, слушайте, он говорит, мне нужно помазание. И вот он принял помазание, он говорит, я помазан исцелять. Я помазан благовестовать. И Он говорит, помазание на Мне. Все, совершилось, пришло. И Он начал ходить, проповедовать, благовествовать. Приблизи от Царства Божьего. Начал исцелять больных. Потом. Луки 9 глава рассказывает о том, что Он набирает 12 учеников. И что делает Иисус с 12 учениками? Он дает им власть и силу. Что делать? Исцелять. Проповедовать. И исцелять. Он как бы воспроизводит себя. Он как бы умножается в них. Он дает им то же самое помазание, которое имел сам. Он говорит, идите и делайте то, что делаю Я. Проповедуйте и исцеляйте. Они пошли, проповедовали и исцеляли. Десятая глава Евангелия от Луки. Иисус берет 70 учеников. Ну ладно, те были апостолы 12. Тема их власти, силу, исцеляйте, все такое. 70 сделай хотя бы дьяконами. Певцами. Администраторами. Ну как там? Покажи нам, что у тебя ну помазание выборочно, в общем. И в принципе мы даже и не вчитаем, что 70 были апостолы, евангелисты, учителя, апостоли. Мы не знаем вообще тут. Ученики Иисуса. Скажи, ученик Иисуса. Оказывается, если ты ученик Иисуса, если ты попал в число 70, если тебе не надо было бы молиться, Господь, то у меня призвание. Подожди, подожди, Иисус, не давай мне власти силу. А вдруг у меня призвание как-то не связано ни с апостолом, ни с пророком, ни с евангелистом, ни с пастором. Подожди, я еще не разобрался. Я сейчас разберусь за тебя, мне переживание. На тебе помазание. И вот тебе поручение. Друзья, мы все должны проповедовать евангелие. Аминь. Ты вначале тоже проповедовать евангелие, а потом ты дьяком, потом ты левит, потом ты тот, 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 тот. Аминь. Помазание Святого Духа для всех нас. Мы во Христе Иисусе принимаем Его помазание. Спасибо, Иисус, за помазание. Он дает 70 ученикам помазание и говорит им, идите и проповедуйте. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте. Слушайте, Он дал им то же самое задание, которое дал ученикам, 12 ученикам, апостолам, которые знали апостола. То же самое помазание получили 70. Итак, Иисус, потом 12, потом 70, сколько уже? 82, Иисус, это 83. По Израилю уже ходит 83 человека, имеющих помазание исцелять, проповедовать, изгонять бесов. Был один, стало 83. Но знаете, можно было сказать, слава Богу, вот они, 83, долгожданные. Что делает Иисус? Луки 10 глава. Аминь. Я прочту первое и второе стихи. После этого избрал Господь других 70 учеников, послал их по два предлицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Он послал их туда, куда хотел сам эти послал. Они стали его представителями. Иными словами, я хочу пойти в сумы. В сумы. Я же молдаваник, вы меня прощаете сразу, у меня с акцентом проблема серьезная. С окончаниями тоже так все еще. Сумы, да? Сумы. А ведь я бы говорила, что это сумы. Нам так лезть. Ладно, не отвлекайтесь. Сумы, да? Я уже забыл. Он говорит, я хочу пойти в сумы, но я не могу физически пойти, потому что есть много работы. Он берет кого-то. Двоих. Там, кстати, совпало, видишь? Он берет кого-то двоих и говорит, я собирался туда прийти, идите вы вместо меня. Я, как бы, не это имел, конечно, все в виду, то есть я, но... Это камба, да? Это камба, да? Такой просто пример, просто в голову сейчас пришел. Ну, ладно. И он говорит, идите вместо меня. Иными словами, когда тебя посылает Иисус куда-то, когда у тебя есть миссия, у тебя не может быть недостатка во власти и в силе совершать то, для чего Он тебя послал. Аминь. Он сказал, вы идете вместо меня. Послушайте, Иисус не может послать тебя и не дать тебе что-то. Он говорит, послал, а потом... Стой! Андрей, Петр, я послал туда этих ребят. Я забыл им что-то дать. Они же идут вместо меня, они могут опозориться. Стой! Что мы надеяли? Отзови быстро! Да поздно, они уже пошли. Не может такого быть. Если Он посылает тебя куда-то, Он тебя снаряжает. Поэтому Он ученикам говорит, подождите, после того, когда Он собрался возноситься, подождите, пока не облечетесь силой свыше. Потому что, когда облечетесь силой свыше, тогда идите, Аминь. Потому что тогда вы сможете идти туда, куда я бы пошел, но я не пойду. вы пойдете вместо меня и точно знаю, вы меня не опозорите. Аллилуйя. Слушай, если ты принял Святого Духа, если ты крещён Духом Святым, ты помазан, Аллилуйя. Кто-то скажет «Аминь». Скажи, «Я помазан». Аллилуйя. «Я помазан». Дальше. Стих второй он говорит. «И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Мало. Итак, молите, господин, о жатве, чтобы выслал делателей на жатву свою. Один интересный момент. Он говорит, так, ребята, нас сколько, нас уже 83? Мало. Мало. Вы, он говорит, 70 человеком сейчас, вот стоят 70 человек перед ним, как минимум. Я не знаю, стояли рядом 12, но он говорит им, нас мало, вас мало. Молите, господин, о жатве, что бы ещё выслал делателей на жатву. О, в том городе есть особый помазан, у него особенное помазание. Господи. На нём сосредоточено всё помазание небес. Только он один такой на земле остался. Послушайте, Иисус раздаёт помазание. Просто кто-то его не берёт. Если где-то кто-то есть помазан, о котором ты думаешь, и слюнки текут о том помазании, которое на нём, то проблема не в том, что Бог тебе что-то не дал. Проблема в том, что ты никак не можешь взять. Ты никак не можешь поверить, ты никак не можешь принять, что Иисус даёт это не только какому-то избранному. Потому что любому помазану, любому делателю есть повеление. Молись, молись, чтобы было больше. Молись, чтобы вас было больше. Молись об умножении. Потому что жатвы много. Послушайте, есть что-то в благовестии. Есть что-то в благовестии. Посмотрите, Иисус приходил в некоторые места и его не принимали. Приходили апостолы и их принимали. Кто-то сейчас услышал меня, нет? Послушайте. У тебя есть родственники, о которых ты уже 10 лет молишься, и они не спасены. И ты так сконцентрировался на их спасении, что не видишь никого в этом городе. И ты молишься, молишься за них, проповедуешь, проповедуешь, поругался уже с ними 500 раз, что они не принимают Иисуса. Но при этом ты забыл, что в городе Сумы, я уже правильно сказал, Сумы, здесь тысячи людей еще не знают Иисуса. Не важно, что они слышали, они не слышали от тебя. Когда они принимали Иисуса, те же самые фарисеи, которые готовы были распинать Иисуса, ненавидели Его, Деяния говорит, что и некоторые фарисеи, священники обращались к Богу, покорялись, потому что апостолы уже служили. Подождите, на них было то же самое помазание. На них был тот же слятой дух, что на Иисуса. Иисуса не принимали, а их принимали. Я видел, я знаю, и я хочу сказать вам, есть люди, которые не принимают, я к ним приду, буду проповедовать, меня не примут, вы к ним придете, а не примут. То же самое Евангелие, просто я могу им не понравиться почему-то, а вы понравитесь. Или наоборот, вы пришли, проповедовали, вас не приняли, я приду, меня примут. Я буду говорить о том же самом Иисусе, о котором вы. Мы иногда слишком рано ставим крест, просто надо больше и больше и больше людям проповедовать Евангелие. Аминь. Когда в церкви кто-то не исцеляется, подходя постоянно к пастору, это не означает, что Бог не хочет его исцелить, просто Бог хочет исцелить, может быть, через тебя. Вы слышите? Возможно, Бог хочет исцелить через тебя. Бог не хочет через пастора исцелить всех. Бог хочет исцелить через церковь. Аминь. Я уже давно понял, давно уже успокоился. Я уже не пытаюсь в своей церкви исцелить всех. Когда приходят люди, я помолился, если они не исцеляются, я говорю, продолжай верить и проси, может, меня, может, того, 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 кого угодно, проси, кто верит. Пусть возлагают на тебя руки и принимай исцеление. Люди исцеляются. Люди исцеляются. Неважно, что не через меня. Или они подошли к кому-то. Однажды, мы говорим, о, за меня молился тот, за меня молился этот. не надо, я знаю, что список большой. Я говорю, вы верите? Да, я помолился. Он исцелился. Не потому, что я лучше. Просто Господь хотел мне тоже что-то показать, правда? Он хочет и вам по чуду показать. И знаете, мы здесь сегодня и здесь будут исцеляться люди не потому, что у вас здесь в церкви нет людей, которые могут молиться за исцеление. Есть, слава Богу. Но просто принцип такой, вы поняли? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Пусть сходят сейчас на тебя. Божий дух приносит тебе откровение. Аминь. Знаете, когда приходят откровение, это как вспышка. Ты как будто что-то нашел и никому не можешь рассказать об этом. Какое-то время. Потому что тебе это надо осознать, переварить. Иногда откровение ты не можешь просто объяснить и это значит время оно еще не должно выходить из уст твоего. Подержи его, подержи, дай ему созреть. Аминь. Пусть оно там побурлит внутри. Пусть оно переварится там. Чтобы ты это осознал. Потому что как осознаешь все у Бога будет. Аллелуя. Смотрите еще дальше говорит Иисус. Я через несколько стихов иду в 9 стих. Он говорит 8-9 стих. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам там предложил. Пастор дал нам уже конфеты в офисе. Мы поели. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизиваясь к вам Царство Божие. Итак, он говорит, в какой бы город ни пришли. В какой бы город ни пришли. А в Сумы можно? Можно. А в Харьков можно. А под Сумами что-то есть? Вот, рядом. Полно, да? Вот туда, где полно. Можно? Можно. А такое название? Не спрашивай. Везде, куда придешь? Можно. А может быть для той местности еще не время. А может надо знать волю Божию. Куда придешь? Послушайте. Куда придешь? Как мне нравится у Иисуса. Вот у нас сложно, у Иисуса как-то проще все. Вот когда читаешь Иисуса, как будто все понятно. Когда вот иногда читаешь кого-то, непонятно. Кого ты читаешь? Он говорит, исцеляйте находящихся в нем больных. Послушайте, для Иисуса почему-то было особенно важно в его служении, помимо проповеди о Царстве Божьем, исцелять. Вот почему для него это так важно. Он говорит, исцеляйте находящихся в нем больных. Он не говорит, если у кого-то проблема в семье, слушайте, это важно все, но почему-то для Иисуса, я не говорю, что не, 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 семья это свято. Я говорю про исцеление. Почему-то у Иисуса что-то особенное было, чтобы исцелять людей. Знаете, потому что часто хорошая семья, она может разрушиться, ну, прекратить быть семьей, если кто-то любящий муж заболел и умер, прекрасная жена заболела и умерла, дети и так далее. Все может разрушиться, хороший бизнес разрушится, потому что прекрасный директор заболел и умер. Замечательный президент страны, премьер-министр, депутат может заболеть и умереть, если его вовремя не исцелить. Как-то Иисуса, это не все аргументы, я хочу просто, я размышляю сейчас чуть-чуть так вслух, я думаю, я постоянно об этом думаю, я много об этом думаю, почему так важно для Иисуса именно исцеление. Он дал помазание всем, такое же, как на себе, говорит, исцеляйте, вы все, вы все, 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 кому я даю помазание, все должны исцелять, проповедуйте и исцеляйте, я хочу, чтобы больные люди были здоровы. Господи, ну а если это грешники, бедные грешники, они, ну вообще, ну такой подмогутный, нашли больного, исцеляйте его. Господи, ну а если, а если на нем родовые проклятия до седьмого поколения, он говорит, исцелять. Ну Господи, подожди, а если вот мы его встретили, а он как раз вот два месяца назад, как только с тюрьмы вышел, исцелять. А если сбежал из тюрьмы, исцелять. А если должен сесть в тюрьму, исцелять. Исцелять. А если бабушке 80 лет, исцелять. А если десятину еще не успел заплатить, исцелять. Боже. А если книгу о вере не прочитали, исцелять. Находящихся больных, исцеляйте. Помоги нам это осознать, Господи. Когда, знаете, все дело в откровении. Чем у тебя глубже откровение, вот, знаете, глубокое откровение, оно в то же время и простоту такую приносит, знаете. Ты можешь говорить об известных всем вещах, но из такой глубины, что люди будут слушать, думать, мы же это знаем, но почему же это так вкусно? Аминь. Мы же это слышали уже 500 раз, но почему же слышим его и так это вкусно? Потому что он говорит из другой глубины. Говорит о простых, об известных вещах, но с другой глубины. Аминь. Он говорит, всех, всех находящихся в нем больных исцеляйте. Не оставьте ни одного. Все, кто будут принимать, все, кто будет верить, все, кто захочет, всех исцеляйте. Когда Иисус ходил и исцелял, единственное, кого он не исцелял, это тех людей, которые не хотели, чтобы он их исцелял. Все остальные, все, кто приходил, даже признавался, Господи, я не знаю, если можешь, он говорит, если ты сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим и исцелял. Люди, когда просто признавались, Господи, мне хватает веры, понимаете? А он их взял, а если не право, исцелял. Я нигде не видел, чтобы человек пришел к Иисусу и сказал, я сегодня согрешил, ты можешь меня исцелить? Я говорю вам, Бог ненавидит грех, но оказывается, для того, чтобы исцелить человека, вот этот вот грех может не быть вообще никакой преградой. Однажды в церковь пришла женщина, которую некоторые члены церкви знали, она была, ну, такой, знаете, женщиной легкого поведения. Она пришла первый раз в церковь. Я молился, она даже не была на всей проповеди, она где-то или на середине в проповеди пришла, или под конец как-то попала. Я молюсь за исцеление, просто молюсь за исцеление, но за всех, кто пришел сначала, кто слушал слово, знаете, все классно, все супер, у них все супер. это, а это, а это зашла в конце. Заходит, раз, Бог ее исцеляет, и она выходит, и некоторые женщины, которые ее знают, как, почему, и давай после служения ко мне, пастор, ты знаешь, кто эта женщина? Я говорю, а я что, я при чем? Я даже руки на нее не возлагал. Она просто зашла, и сила Божья сошла на нее, она исцелилась, я при чем? Я бы не возложил бы, если бы мне сказали, конечно, я бы, а ну, только, а ну, уходи отсюда. Может быть, я бы так сделал, наверное, нет, но может быть, но Бог не такой, Он увидел ее, и исцелил. Я говорю, сестры дорогие, да она хоть в 10 раз хуже была бы, как вы сказали, но и Бог ее почему-то исцелил. Возможно, после этого у нее никогда не будет оговорки, извинения, я не знаю, как она дальше будет жить, это уже ее дело, мы должны сказать истину, но это ее выбор, как она дальше будет жить, но после этого чуда, которое произошло с ней, она уже никогда не скажет, что Бог нереальный, что сверхъестественного нет. Может быть, и это есть одна из причин, почему Иисус хочет также исцелять всех. Может быть, в этом атеистическом, все более и более атеистическом мире, может быть, больше и больше нам надо думать о том, чтобы исцелять всех. Иногда верующие приходят и говорят, пастор, почему вот новообращенные, ну, вообще, новые люди заходят на служение, получают исцеление, а мы вот столько времени, мы вот и служим, и такие вот, а вот не исцеляемся. Может, и Бог не хочет нас исцелять за что-то. Я говорю, Бог хочет исцелять всех. И однажды на служении не было ни служения, исцеления, ничего просто. Я вышел за кафедру, а мне Дух Святой давай говорит, такая болезнь исцеляется, такая, 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 такая. То есть, все называют болезни. Короче, человек 20 исцелились верующие, члены церкви, которые были уже на десятках служениях исцелений, не исцелялись, а на этом служении просто взял Бог и исцелил их. И говорит, слушай, ребята, я знаю ваши болезни. А я просто вышел, я просто приготовил проповедь, я только хотел проповедовать, а Дух Святой говорит, скажи, такая болезнь, разно сказал, сказал, следующее, опять сказал, еще, это скажу, это скажу, короче, 20 человек выходят и свидетельствуют, а у меня только что это произошло, и такие чудеса, я говорю, успокоились? Бог хочет исцелять всех. Дай Богу славу. Халлелуя! Вы не шутите? Знаете, я сам по себе очень жажду Бога. Я для себя уяснил такую вещь. Однажды мне это открылось, что я не могу быть постоянным, я могу однажды лишь в жизни быть крещённым Духом Святым, я не могу быть крещённым много раз, я крещусь Духом Святым лишь однажды, но я могу быть исполняемым Духом Святым много-много-много-много раз. И зависит это не только от Господа, который хочет меня иногда исполнить для того, чтобы я сейчас что-то сделал, но зависит также от меня, насколько я жажду. Просто жажду. Мне довелось больше года служить в одной баптистской церкви. Пастор получил откровение о том, что нужно идти куда-то дальше. Он достаточно известный пастор в Молдове, и он решил пойти дальше, но он не знал, как церковь туда везти. И он попросил меня. Когда я пришёл туда, конечно, одно дело проповедовать харизматической церкви служить и совсем другое в баптистской церкви. Там такие же братья наши во Христе, но дело в том, что есть что-то, что им не позволяет чувствовать себя такими свободными и открытыми к тому, что Бог хочет им дать. Это не их вина, просто так их научили. И пришлось долгое, долгое время просто ломать лёд, понимаете? Разбивать твердыни. И знаете, что случилось сейчас? Сейчас это совсем другая церковь. Вы себе даже не представляете, как там сейчас движется Святой Дух, я вам серьёзно говорю. Буквально во вторник на той неделе, Аня, сейчас воскресенье, я просто потерялся, у меня сейчас воскресенье, на этой неделе, во вторник, пастор попросил меня прийти, пожалуйста. Они уже говорят, где Игорь? Я пришёл. Чтоб вы видели их. Нельзя проповедовать нормально, потому что Дух Божий хочет как будто броситься на них, понимаете? У них такая уже жажда по Богу, такая жажда, что ты не можешь уже нормально проповедовать, просто как будто пылесосом вытягивает всё из себя, понимаешь? У них такая жажда. И Дух Божий так их наполняет, чтобы вы видели этих валяющихся пьяных баптистов. В харизматической церкви иногда такого не увидишь. Я серьёзно вам говорю. Они так наполняются Духом, что я смотрю и заведу. у них включилась такая жажда. Они свидетельствуют. Слушай, раньше не знал, как он 30 минут себя заставит молиться. Сейчас пять часов молюсь. Думаю, слава Богу, клиентов нет. Молюсь, 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 молюсь. Библию читаю, как всё по-новому. Но я заметил, что даже для тех, которые имеют уже Святого Духа, крещенный Дух, у Бога всегда есть что-то большее. Кто здесь сильно-сильно жаждет Бога? Нет, серьёзно, да? Мне кажется, вы шутите. Серьёзно, вы сильно жаждете Бога? Знаете, одно Божье прикосновение на любом этапе вашей жизни, и ваша жизнь может стать совершенно другой. одно прикосновение. Ты можешь быть 10 лет, 20, 30 лет верующий, и вдруг Бог просто касается тебя на одном из служений. Может, это было самое-самое обычное служение, или, может быть, ты дома молился, не знаю, может, это было прославление, может, это было призыв к пожертвованию, или просто проповедь на какую-то вообще другую тему, которая и так сильно тебя волновала. Одно прикосновение Господа какое-то в котором Он запланировал что-то такое поместить на тебя, чего у тебя никогда не было. Все! Все, ты другой человек, слышишь? Все, ты другой человек с этого дня. О, Боже! Косни с нас! Косни с нас еще! Аллилуйя! Продолжение следует... С classes Ты... Хара боку суту, хара боку суту.